А в это время японский студент Сатаюки Фудзимура сосредоточен как никогда. Ведь он должен за минуту щелкнуть пальцами 296 раз и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Рекорд был установлен во время телешоу талантов в присутствии официального судьи Гиннеса. Судья изучил видеозапись при помощи двух профессиональных звукорежиссеров и установил, что лишь 296 щелчков сопровождались различимым звуком. Этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы засчитать результат. Прежний рекордсмен сделал за минуту на 18 щелчков меньше. Фудзимура утверждает, что научился щелкать пальцами у своей матери, когда был подростком. А потому что мать плохому не научит. Знакомьтесь, это Дженнифер Генли из Ливерпуля. На ее инстаграм подписаны более 90 тысяч человек, которых она вдохновляет день за днем. И знаете почему? Когда Дженнифер поняла, что ее молодой человек вот-вот сделает ей предложение руки и сердца, она запретила ему это делать, потому что была недовольна своим телом и не хотела быть толстой невестой. Тогда девушка весила больше 120 килограммов. Чуть больше, чем за год она сбросила половину своего веса. Отказавшись от вредной пищи, Дженнифер вступила в группу «Худеющий мир», где люди помогают друг другу в борьбе с лишним весом. А также стала публиковать в своем блоге фотографии вкусной и полезной еды. После такого перевоплощения Генли получила заслуженное звание «Мисс Худышка-2017». И, конечно же, тут же превратилась в самый вдохновляющий пример для всех худеющих. Она все так же придерживается здорового питания. Ее вес замер на отметке 63 килограмма. А молодой человек Дженнифер наконец-то смог сделать ей предложение. И она ответила долгожданное «Да». Ну, горько. А в это время словенец Мартин Стрелл опять куда-то плывет. Ну, еще бы. Ведь он профессиональный пловец на сверхдальней дистанции и один из лучших спортсменов мира. Но его не увидишь на Олимпиаде. Он устанавливает мировые рекорды не в бассейне. Стрелл покорил самые длинные реки на планете. Дунай, Миссисипи, Парану, Янцзы и Амазонку. Также он пересек Гибралтарский пролив. Пять его заплывов занесены в книгу рекордов. Он может плыть по 12 часов подряд и останавливается только, чтобы пополнить запас калорий. Мартин утверждает, что когда плывет, впадает в состояние полной сосредоточенности, похожее на медитацию. И боль, и усталость просто перестает ощущаться. Мартин, кстати, не выглядит как обычный спортсмен. Его не назовешь стройным. Он любит поесть и пригубить бокал другой сухого. И вообще любит жизнь. Возможно, именно поэтому и плывет по ней, как рыба в воде. Хорошо плывет.